Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. И в данном видео я продемонстрирую результаты, полученные Форекс-роботом Гамильтон на текущих счетах наших партнеров. В сегодняшнем рынке инвестиций огромное количество компаний, проектов, которые утверждают, что деньги инвесторов идут в какие-то высокоприбыльные, высокодоходные сферы, что деньги инвесторов работают на финансовых рынках. Но очень часто подобные компании и проекты, по сути, являются просто финансовыми пирамидами, где высокая прибыль выплачивается первым за счет последующих. То есть никакой в реальности финансовой деятельности не ведется. С другой стороны, есть все-таки компании, которые действительно работают на финансовых рынках и всегда встает вопрос, а как отличить одно от другого. Ну, один из самых надежных способов, когда вы можете наблюдать действительно, как работают ваши деньги. Ну, в частности, вот за моей спиной вы видите терминал MetaTrader, или MT4, так называемый, которым пользуются профессиональные трейдеры на Форексе. Но, заметьте, что я сам не являюсь трейдером и, собственно, никогда не занимался торговлей. Но, тем не менее, трейдинг на данном терминале ведется. Если вы посмотрите вот на эту кнопочку внизу, то видите, что нажата кнопка автоторговля. Дело в том, что к данному терминалу подключен Форекс-робот Гамильтон, который, собственно, и совершает сделки и получает прибыль. На моем счету первоначальный депозит составил 454 доллара, прибыль составила 266 долларов, что составляет в процентном отношении 58,5%. На этом счету первоначальный депозит 501 доллар, прибыль составила 602 процента, или 120 процентов прибыли. Здесь первоначальный депозит 500 долларов, прибыль 316 долларов, или 63,37 процента. Здесь депозит 500 долларов, прибыль 234 доллара, прирост в процентах 46,98, ну почти 47 процентов. Здесь депозит 460, прибыль 269,7, в процентном отношении 58,51. Итак, данные с выше указанных счетов я внес в следующую таблицу. Первая колонка – это депозит, с какой суммы начиналась торговля. Следующая колонка – это прибыль в долларах, какую сумму робот заработал к первоначальному депозиту. Следующая графа – это прибыль в процентах по отношению к первоначальному депозиту. Также важный параметр – количество торговых дней, то есть сколько времени робот работал с данным счетом. Ну а последняя графа – это прибыль в день. Если мы с вами возьмем итоговую прибыль и поделим на количество торговых дней, то получится, что минимальная прибыль, которую робот делал, – это 2,04, и максимальная прибыль доходила до 3,9 за торговый день. Что, согласитесь, очень даже неплохо. Вообще предлагается два торговых робота. Один называется «Гамильтон» и «Бенджамин». «Гамильтон» создан для работы с небольшими суммами – 500, 600, 700 долларов. Нет никакого смысла на «Гамильтона» давать ему в управлении несколько тысяч долларов, потому что работать он будет только вот с этой суммой – 500, 600 долларов. А вот «Бенджамин» он создан как раз для работы с крупными суммами. Что касается стоимости. Лицензия для покупки робота составляет 199 долларов в первоначальный платеж и в дальнейшем по 145 долларов ежемесячно. Причем неважно, какого робота вы возьмете. Бенджамина или «Гамильтона» условия одинаковые. Ну, кто-то может сказать, что абонентская плата 145 долларов – это слишком дорого и невыгодно. Ну, давайте прикинем так, что если, например, на депозит 500 долларов робот сделает хотя бы 50% прибыли, это 250 долларов. В итоге из этих 250 – 145 – абонентская плата. 100 долларов – это ваш чистый доход. То есть, в принципе, робот сам себя окупает. Более того, у компании есть такое условие, что можно пригласить трех клиентов, то есть трех людей, которые также приобретут робота и будут оплачивать абонентскую плату, и вы уже в этом случае абонентскую плату не платите. То есть, экономите каждый месяц по 145 долларов. Также есть возможность взять еще две дополнительных лицензии, и они будут стоить уже в два раза дешевле. По 70 долларов. 70 долларов – вторая лицензия, и 70 долларов – третья. Некоторые берут сразу три лицензии. В итоге их абонентская плата составляет 145 плюс 70 плюс 70. Итого – 285 долларов в месяц. Трем роботам Гаммитон они дают в управление 1500 долларов. Ну, и если предположить, что три робота дадут им хотя бы 50% прибыли, это уже 750 долларов, то, конечно, абонентская плата в этом случае также окупается. Напомню, как обычно происходит процесс инвестирования в различных компаниях и проектах. Когда мы передаем деньги в доверительное управление, сначала проект платит какое-то время, а потом вывешивается объявление, что вот у нас тут возникли такие-то и такие-то проблемы, там нас взломали, нам платежная система заблокировала счета, то да сё. Ну, в общем, находится миллион причин, почему данная компания больше не может платить. И всё. Происходит так называемый скам, то есть прекращение выплат. В случае с Форекс-роботами, здесь исключена ситуация, чтобы создатель робота сбежал с нашими деньгами. Почему? А потому что средства мы передаем не создателю робота, а средства размещаем на своём счету, надёжной брокерской компании. Например, есть брокеры, работающие 5, 10 и даже 20 лет. Робот Гамильтон или Бенджамин, смотря какой вы возьмёте, совершает сделки на нашем счёте, но мы в любой момент торговлю можем прекратить, а средства вывести. То есть средства остаются под нашим контролем. И создатель робота не может сбежать с нашими деньгами, как это происходит в хайпах, поскольку деньги находятся не у него, а на нашем счёте, под нашим контролем. Вот в этом принципиальная разница. Конечно, кто-то может сказать, я уже пробовал работать с Форекс-роботами, и всё закончилось печально, робот слил мне счёт. Действительно, роботов существует огромное количество, они разного качества, и так далее, и так далее. Риски, безусловно, здесь также присутствуют. Здесь только исключён риск, что создатель робота может сбежать с нашими деньгами, потому что мы ему их просто не передаём. Риски здесь также присутствуют, как при любой реальной торговле. Именно поэтому я всегда рекомендую придерживаться диверсификации, то есть яйца раскладывать по разным корзинам. В любом случае, те результаты, которые я вижу на счетах наших партнёров, внушают оптимизм. Буду держать вас в курсе того, как развиваются события. Кому нужно больше информации по Форекс-роботам, перейдите по ссылке под данным видеороликом. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.